Факт ловкого мошенничества расследуют полицейские следователи. Покупатель обманул продавца. За товар неизвестный мошенник не заплатил, а лишь показал работнику торговой точки пятитысячную купюру. Мужчина зашел, подошел к отделу бьюти, взял расческу, подошел на кассу, но я обслуживала женщину, она что-то покупала, точно не помню. И затем подошел мужчина, одет во всем черном, куртка, штаны черные, кепка очень так низко натянута, поэтому лица я его точно не помню. Таким очень милым голосом стал со мной разговаривать, я ему пробила расческу, положила ее в пакет и назвала ему сумму 549 рублей. В обмен на расческу мужчина протянул продавцу профильного магазина пятитысячную купюру. Деньги большие по сравнению со стоимостью товара, но женщину это не насторожило. Тогда он достал пятитысячную купюру и в руке у него еще был портманный такой кошелечек. И стала говорить, может вам мелочь нужна 49 рублей? Я говорю, да, да, давайте, конечно, у нас мелочи всегда мало. И эту пятитысячную купюру спрятал под кошелек и стал набирать мелочь. Отдал мне мелочь, я насчитала, открыла кассу, тут мелочь забросила, а пятитысячную купюру не взяла. Не взяла, но подумала, что взяла. Так объясняет произошедшая, ставшая жертвой обмана, женщина. Так бывает в процессе взаиморасчетов. Мошенники понимают, что продавцу приходится делать несколько дел одновременно и пользуются этим. Ну, соответственно, я подумала, что раз он мне ее показал, значит, он отдал. И сдала ему сдачу 4,5 тысячи. И в этот момент он все со мной разговаривал, спрашивал, это детская расческа или нет. Я еще из пакета достала расческу, посмотрела, говорю, нет, обычная расческа. Закидав продавца вопросами, касающимися приобретаемого грошового товара, мужчина оставил крупную банкноту у себя. Ставшая жертвой обмана девушка этого не заметила, была уверена в том, что деньги внесла в кассу. Но при подсчете выручки обнаружила, что это не так. Когда стали закрывать смену, у меня смена закончилась в 6 часов вечера, администратор должна была меня посчитать, пересчитать кассу. И вот выяснилось, что не хватает 5 тысяч. Следственными органами полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступника оперативники ищут. Оставшая жертвой обмана женщина до сих пор не может поверить случившееся. А вы знали про то, что вот такие виды обмана бывают? Да, я знала. Но даже вот вообще не могла подумать, такой милый мужчина, таким хорошим голосом, какой-то добрый. Расположил вас к себе вообще? Да, вообще даже не могла. Хотя вот сама училась на юриста. И вот вообще не могла подумать, что со мной такая ситуация произойдет.